I have ways of blowing things up. Сегодня, в этот день, мы его добьём, кстати, метла очень сильно помогает, на самом деле эта штука оказалась гораздо лучше, чем я думал, вот, у меня практически не возникает случаев в антисанитарии, только когда я сам завтыкиваю столы, бочонок пуст, офигенно, расколебали бочонок воды, значит, да хорош, пить хотеть. Мне пришло, оказывается, две посылки, я всё-таки заказал первую и вторую, у меня теперь куча каши, куча вот этого всего, но это не проблема, я, да, сильно потратился, но мне уже три золотых обратно, так что с этим проблем не должно быть, также, по-моему, сегодня у меня был максимум по рейтингу 59 дают. На, держи. 59, видите, даются максимальное обслуживание, хотя пошёл отсюда. Вот, дали мне ачивочку за то, что я отхлыстал 30 посетителей метлой. Дали мне ачивочку за то, что я 200 раз что-то очистил, ачивка была чистка, как свист. Вот, также, в общем, 18.40. Ребят, давайте, валите, я думаю, мне хватит. Закрываемся. Я хочу успеть сегодня нанять работников, если получится такое, конечно же. Так, Б. Награда. Наемный персонал доступен на доске? Да, спасибо тебе. Свалите все, пожалуйста. Так, у нас там... Супер метла пошла прибирать. Воду мы скипаем. Каши надо бы приготовить, но это... Да, коврик я постелил, кстати. Опять же, чел, который писал мне про то, что свои каши постели коврик, коврик я постелил. Я не знаю, имеет ли это какое-то физическое воздействие, они меньше мусорят или что-то такое. Так, заказы, календарь, вот, нанять персонал. На этой доске есть объявление потенциальных работников. Есть четыре типа профессий, но нанять можно только по одному из каждого. У работников может быть до трех положительных качеств и одно отрицательное. По мере роста вашей репутации сможете нанять более высококвалифицированных. Они букву Х перенесли, потому что слово высококвалифицированное не влезло в строчку. Работников с лучшими характеристиками пробел. Эта панель отображает доступные профессиональные очки, которые можно присвоить работнику для улучшения характеристик. Максимальная почасовая зарплата работника также указана. У них почасовая зарплата. Почасовая. Охренеть. После того, как вы их наймёте, вы можете снизить их зарплату, уменьшив уровень их качества или убрав задачи. Ага. Так. 12 шансов подачи самого дорогого блюда в меню. Мне это не надо. Минус 5 к цене подданных блюд. 4 серебреника в час. В час, Карл! Это же просто до задницы. Так, а вы у нас... Бармен. Я понял. Назад. Я ее не нанимал. Мне нужен официант, на самом деле. Шанс того, что заказ сделают со своего столика. К скорости мытья полов. Мне это не надо. У меня есть метла. К репутации с каждым выполненным заказом. Зачем мне этот чувак вообще? К цене подданных безалкогольных напитков. Вот этот мне нужен. Одно из готовых напитков к столику. Там уже подметает пол и протирает столы. Вот он мне нужен. Шанс того, что перерывы работников продлятся вдвое дольше. У них есть перерывы. За 3 дополнительные... Плюс 3 дополнительный... Плюс 3 дополнительный гость сверх максимума вместимости. Жасмин Адамс. Вышибала. Минус 8% шансов и так. И скорости передвижения... Мне она, в принципе, подходит. Сдает комнаты... Доступная репутация 7. Я смогу комнаты сдавать? Да, я смогу. Я думаю, что я пока обойдусь без вышибалы. У меня есть бармен. И... А я могу как-то уволить или... Минус 5 к цене подных блюд. Мне... После 16... На мясные блюда. Мясных у меня, кстати, нету. Шанс того, что наливая напиток из-под крана... Он не израсходуется. Ой, это прикольно, кстати. Плюс 50% к шансу взять перерыв. 50%! Собака! Так, ну это все дорого, короче. Давайте я нанял пока... Минус 5% к цене, это не так страшно, наверное. Потому что она берет 4,50 в час. Это 3,75, то есть... Так, доступные заказы. Ингредиент пшеница. Мясной бульон. Это доставка, что ли? Нет, я... Да. Я пока доставкой не занимаюсь. То есть... То есть, получается, уволить я не могу. Ваш первый работник приступит к выполнению своих обязанностей, как только вы откроете таверну. Посмотрите информацию о ваших работниках, можно нажав пробел. Заказ... Просто нажав пробел... Нет, стойте. Заказы... Это особый запрос на продукты. Каждый 3 дня появляется новый заказ. Чтобы выполнить заказ, переместите... Да, я понял, этого у меня нету. Давайте попробуем открыться на часочек. Или это будет уже завтра, коту воду надо налить. То есть, по идее, эта штука полностью избавляет меня от... Ну, блин, они будут тратить 10 часов, 50... Они будут тратить мне примерно 1 золото... Новый официант начнет работать в вашей таверне. Помните, что официанты не будут наливать напитки из-под крана. Готов заказать... Готов заказать... На столике для напитков. Официанты могли разносить их гостям. А как? Как бармен, так и вы сами. То есть... Посмотрим сейчас, как все это будет работать. Новый бармен приступил к работе. Помните, что бармен не будет разносить напитки по столам. Но он ставит и готовит на столик напитков. Вы или официант должны будете запрать их, чтобы клиент... Я забыл засечь, с какой скоростью у меня... Так, вышибалой у меня нету, поэтому вышибалой пока буду я. Мне свечку еще одну нужно. О, как дело-то пошло, ребят! Блин, я подаю кашицу, потому что у меня каши нет. Но я знаю, это я на завтра сварю. Давайте, закрываемся. К черту. Попробовали, красота! Все, хорошо. Вот как все теперь должно работать-то! Вот, вот, вот оно! Офигенно просто! У меня и официант подметает на полу, и волшебный веник подметает на полу. Я, по-моему, нихрена не заработал, но... Мне, в принципе, пофиг. Я пошел готовить кашу. Так, сырая рыба нужна. Чистая вода. Так, тут нужны овощи, мясо, перец, тесто. А как мне... Нежный йогурт... Как мне тесто-то сделать? У меня же мука есть. Подождите, я должен уметь сам делать? Мне... Нет. Я забыл, как мне открыть эти скиллы. Ладно, пофиг. Поехали, воды наберем. Нам нужна куча воды. Сейчас наготовим кучу каши. И попробуем один день провести на автомате. Посмотрим, что у нас получится с деньгами. Что у нас? 21,50. Отлично. Варим кашу по баринкам. Вот это у нас очень много. Я хочу посмотреть, стоят ли эти работники того. Ну, то есть, все работает автоматически. Мне надо знать, что я работаю не в убыток. Если я хотя бы работаю хотя бы в ноль... С другой стороны, зачем мне тогда работать в ноль? Репутацию зарабатывать? Репутация, да, это прикольно. Ну, блин. Мне нужны более дорогие блюда. Алкоголь я продавать не хочу. Ну, значит, сейчас нужно посмотреть, какие блюда я могу продавать, чтобы... Ну, что-то нужно, мясное, рыбное, еще что-то, чтобы не только... Да, блин, вот это. Чтобы не только кашу подавать. Окей, окей. Потому что, ну, алкоголь это всегда самый простой способ. Кстати, и в реальной жизни тоже очень многие идут в алкоголь, потому что это самый простой способ. Мне нужно тесто. Продается за 1.21. Каша продается за 1.23. Похлебки. За 2.40 продаются, кстати. Нужно мясо, нужна вода. Кстати, это очень хорошо продается. Давайте, давайте мясные бульоны продавать. Шашлык вообще, овощи, мясо. Так, мне нужны овощи, мясо. Ну, сейчас сделаю заказ, с утра это все придет, и можно будет открываться. Стоп, сначала надо кашу закинуть в меню. Завтра еще торгуем кашей. Смотрим, как у нас идут финансы с кашей. И смотрим. Короче, ладно. Все, 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 я все понял. Еда, пожалуйста. Сырая рыба. Салат. Подождите, малины, листья. Это все круто. Где мне мясо? Ладно, рыба. Я буду рыбный суп продавать. Окей. Не то. Вот так. Блин, на золотой 40. Давай, заказываем рыбу. Идем спать. С утра встаем и варим рыбную похлебку. В менюшку. Так какой заправить кровать спать? У нас два золотых осталось. 2.06. Заказ доставлен. Я спал в холоде, но, по-моему, на мне это не отображается. Я, этот, как бессмертный пони, да? Вода нужна и рыба. Давайте будем сейчас обогащаться. О! Сырая рыба. Осторожно, в рыбе кости. Но это по 94. А вот это по 2.50. Подожди. Приня... А, то есть положите сюда. На, положил. Открываемся, кстати. Рыба долго будет готовиться, наверное? В принципе, да. Но мы успеем. 6.30. У нас 2.06. Давайте. На утро сегодняшнее у нас 2.06. Вы, в принципе, должны раньше посетителей приходить, если что, наверное. Посмотрим, она сама воду заливает в эту штуку или нет. Что у нас по рыбе? Нормально, скоро будет. Надо будет ее в менюшку добавить по-быстренькому. Так, а ты сразу с утра бузить, да, дедок? Успокойся. Ну, вышибала, конечно, да, тоже нужен потом для автоматизма процесса. Но пока что... Мне кажется, я могу справиться с этой функцией. Пока все остальное будет работать автоматически. Хочешь поговорить с хозяином? Я хозяин. Ну, успокойся. Давай резче. Ужарься. Так, тут все работает. Не то, чтобы мы прям зарабатываем, но все работает. Нам нужен, да, нам нужен больше доход. Потому что это будет слишком медленно происходить. Еще одну. Нет, нет, нет. Еще одну похлебку. Принять. А рыбу мы быстренько добавляем в менюшку. 20 рыбной похлебки. Супер. Пошел отсюда. Столы протирай, дурачок. 4,50. Блин, в час. Это просто чертовски... О, эту рыбную ферню продали. Ну, да ешь, да ешь ты. Пошел отсюда. Пока что это невыгодный бизнес. Пока я не начну продавать... Может, я мясо могу заказать пойти? Ну-ка. Работайте, давайте, ребят. Я бы хотел по-нормальному мясо-то заказать. А где его взять-то? Пока что... Надо будет еще пойти изучить... Менюшку. Что я могу сделать? Так, рыба еще одна подошла. Из овощей, что я могу сделать? Грибы, крем. 2,70. О, кукуруза, сливочное масло и перец. Надо пойти посмотреть, если есть такое. Кукуруза, сливочное масло и перец. Да, в еду сразу иди. Кешью, лимон. Фундук. Блин, этого всего нету. Белый уксус и креветка. Разносите воду скорее. Вода деньги приносит. В смысле денег? Я топчусь на месте. Тесто. Паста, рис, бульоны. Бульоны, да, десерты. Но там везде... Сахар 2, кстати. Мед и орехи. Орехи. Какой там орех был? Ладно, по овощам. Батат. Батат. Надо, кстати, еще каши не варить. Да, по деньгам я топчусь абсолютнейшим на месте. Мне это, ну, невыгодно. А... Где я могу менюшку посмотреть тех людей, которых я нанял? Тут же ж? Нет. Стоп. Ай. Вот, вот здесь. На этой, по-моему, можете управлять. Пробел. В этом разделе можете... Вот это обслуживает. Зарплата. Я понял. Обслуживание. Очки вы можете вносить. Уборка. Вот, уборку убираю. Офигеть, сколько много уборка стоит. Обслуживание столиков. Работает. Отлично, отлично. Можно на этом сэкономить. Обслуживание. Вот так вот сделаем. Сократим им немножечко полномочия. Я буду обслуживать здесь. Так. Пошел отсюда. Ушел на перерыв. Офигенно. То есть, смотрите, я им плачу, а они еще и не делают нихренища. Это же офигенно просто. Почему нельзя разделить уборку и... Ну, это, по сути, все то же самое, что и... Пошло отсюда. Все то же самое, что я делал сам, только я им еще и плачу при этом. Ну, классно. Нет, дружочек, дурачочек, пойдем... С ней еще и поговорить надо, чтобы она с перерыва свалила. Так, она будет... Супа надо больше. То есть, по сути, то, что они сейчас делают, это... Разносят воду по столам, да? Я нанял себе бармена, который будет просто разносить воду по столам. Я плачу им... Ну, не знаю, такая себе сделка. Знаете чего? Стой. По персоналу ты у нас будешь... Где этот дурачок? Вот. Уборкой ты тоже занимаешься, тогда я тут только обслуживаю на месте людей. Ну, ты ж подашь, нет? Что-то как-то это... Отбито работает, подождите. Пошел отсюда. О, кстати, выросло... Давай, нанимаем тебя тоже обслуживание. Да, все, поехали. Пусть все работает автоматически. Я прибыли тогда никакой не получаю. Значит, мне нужно больше столов. Смотрите, на седьмом уровне у меня гостиница откроется, да, говорите? Так, нужно поехать... На самом деле, пока что это максимально невыгодно. Так, овощи... Вот, у меня воды нету. Что? Или топливо. Печь. Топливо. Все, хорошо. Я могу... Блин, не могу сразу две порции готовить. Воды надо пойти понабирать. Так, там кто-то бузит. Пошел отсюда. Ну что ж, вроде как деньги набираются. Вроде как это все так... Может... Слушайте, может нахрен кашу? Может чисто рыбу? На самом-то деле. Так, 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 так. Купить. Ну а реально, зачем мне подавать? Они могут заказывать чисто рыбный бульон? Ну-ка, сколько там каши еще много осталось? Ладно. Я на все деньги скупился рыбой. Я красавчик. Почему нельзя ничего продавать? Ну, то есть... Они же могут просто взять и уволиться сейчас, потому что мне нечем им платить. Двенадцать. Посмотрим, посмотрим. Доготавливайся скорее. Джонтон повысил свой уровень. Я, конечно, за него крайне рад. Пошла отсюда. Фиг с ним. Пусть и кашу это продают. В любом случае, и то, и то деньги. Не очень большие. Ужасное обслуживание. Слышал, Джонатан? Здесь ужасное обслуживание. Сделать с этим что-то. Теперь можно практически круглые сутки не закрывать таверну. Да, ну, в принципе, если бы не было вот этих вот... Мне еще нужно вышибалы. Но у меня не тот уровень заработка, чтобы вышибалы уставить. Хорошо, Джонатан. Трезвенник. К подаче без алкогольных напитков. Уверен, что хотели расплакироваться? Ну, да. Я же водой торгую. Мне нормально. То есть, в данном случае, мне выгодно его у себя держать. Потому что я продаю только воду и... Поговорим, дружище. Итак, 15.30 на самом деле. Оно что-то зарабатывается. Просто зарабатывается очень медленно. Процесс, конечно, автоматизировался. Все дела. Стало приятно. Так. Хочешь поговорить? Не хочешь поговорить? А все, я сваливаю. Заказ доставлен. Отлично. Мне рыбу привезли. Рыбы, конечно, заказал много. Да, блин. Хорош. Бузи, твари. Нет, мне реально нужно вышибалы. Но у меня нет денег. Я обанкрочусь, если еще и вышибалу заберу. По-моему, это было дорого. Сейчас я посмотрю, сколько вышибала стоит. Нет, оно все-таки накапливается. На заднем у меня накапливался золотой с копейками. Сейчас у меня заднем будет накапливаться пол золотых в лучшем случае. Три пятьдесят. Четыре восемьдесят. Четыре восемьдесят очень хорошие вещи. То, что она медленно двигается, мне, в принципе, такое. Джасмин Адамс. Но... Не буду я пока вышибалу нанимать. Это очень нужная вещь для автоматизации процесса. Но мне и так еле-еле деньги копятся. Эта штука, по-моему... Я боюсь, что она меня просто в минус утащит. Пошел отсюда. По крайней мере, люди уходят довольными. И можно не закрываться целый день. Продукты расходятся. Неплохо, неплохо. Так. Я могу пойти... Нет, пойти на улицу, опять же, целиком не могу. Потому что, если кто-то будет бузить, мне нужно постоянно приходить и навещать. 63. Смотрите, стоять и наблюдать тоже такой себе. Никто коту воды не хочет подлить. 63, 58. В принципе, в принципе... Я хозяин, что ты хочешь? Веником по щам хочешь? Ну, держи. У меня там рыба должна была довариться. Скоро уже. Так, а здесь я... Ячменное ветро. Это все сусло. Вот эта вся гадость. Это я все делать не хочу. Я сейчас пойду посмотрю, что там по выдержке. И... По 3.35 за бутылочку он будет уходить. Коллекционные выдержки максимальные, то есть, да? Коллекционные выдержки. То есть, она там належалась, настоялась уже столько. Ну-ка. В принципе, за день уходит... Не, ну... Да, блин, хорош тут бузеть. Пошел отсюда. Сколько недовольных появилось? И тебе веником по щам. Блин, надо волшебную метлу серьезно натрессировать на то, чтобы... В принципе, смотрите. На 10 часов средних, 10 часов работы, у меня ушло бы еще 45 монет на выплату вышибали. И я бы уходил ровно в ноль. Это печально. Ну вот. Плюс то, что у меня есть еще же и другие затраты на свечи, на всякое такое. Я бешен этого не хочу, но кажется, что придется продавать бухлишко тян. Это просто максимально отвратительно. Я хочу выехать на еде, но та еда, которая мне надо, не продается. То есть я хотел бы купить мясо там какого-нибудь, приготовить какие-то рагу, мед, орех. Погодите, а мед с орехом, там что-то, что-то можно было с медом и орехом готовить. Сейчас посмотрим. Вы пока работайте, работайте. Видите, оно все держится на уровне полтоса. Так. Орехи и мед. За 4 монеты будет уходить. Сладкая закуска. Орехи и... Орехи и орехи. А, и мед 2. Но по четверке будет уходить. Давайте я попробую заказать и закинуть в менюшку. Посмотрим, как оно будет идти. Там, блин, еду сразу дай мне, пожалуйста. Кэшью. Кэшью, too. Так, мед. И орехи. Это на 30 серебра. Давай, я зря, наверное, столько на рыбу потратился. Но с этим ничего не поделаешь. Жалко, что официант тупенький. Нельзя ему сказать, что, мол... Смотри, чувак, метла разберется, а ты пока займись чем-то другим. На какой перерыв ты ушел? А ну вернись, скотина. На перерыв он ушел. Офигеть. У меня тут антисанитария. Вот чувак на перерыв свалил. Ему нормально. Главное, я же не могу второго официанта нанять. Игра запрещает. Она говорит, может быть, только по одному каждого типа. Ладно, получается, на седьмом уровне у меня еще откроется ночлежка. Вот тут, скорее всего. Мне придется нанимать уборщика. Думаю, будем закрываться потихонечку. Чтоб поспать успеть. Мы, в принципе, провели целый день. Заказа еще нет. Можно поставить вариться, кстати, рыбу. Давайте будем закрываться. Рыбу надо было сразу, кстати, ставить вариться, чтобы им было как можно больше. Они свои деньги не стесняются брать. Причем почасовая зарплата. Где вы видели, в чем побери в средневековье почасовую зарплату? Во-первых. Во-вторых... До конца часа свалите. Спасибо. Во-вторых, ребят, вам бы по пять серебра в день хватило бы, а не в час. Если уж на то пошло. Поехали спать. На, заказ доставлен. Отлично. Попробуем ввести этот сладкий десерт. Блин, а там надо по два ореха и два меда. Я думал, что их в стаке будет хотя бы... Я не смогу их сегодня начать готовить. Надо будет заказывать завтра еще, чтобы эти пришли, начали пахать. Все. Поехали спать. Ну и вон нафиг. Ну все, ребят. Серия на этом заканчивается. Я не хочу. До сих пор. Я буду, насколько возможно, пытаться удерживаться от алкоголя. Попробуем выехать на еде. В общем, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, поправа. Всего ладушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok